Психоанализ Психоанализ это неоднородное понятие, и оно состоит из корпуса психоаналитических теорий. Но какими бы ни были эти теории, в русле общего психоаналитического древа или психоаналитического знания, они предполагают определенную общую модель психоаналитического тренинга и подготовки. За почти 100-летнюю историю развития психоанализа она трансформировалась следующим образом. С небольшими вариациями в зависимости от той или иной профессиональной психоаналитической ассоциации или сообщества идея ключевая заключается в следующем. Это психоаналитическая теория, и в разных психоаналитических сообществах или институтах делается акцент, возможные на определенную теорию, например, это классическая теория, или теория объектных отношений, или теория Мелани Кляйн, или теория Лакана и другие возможные. Затем это собственный анализ. Эта идея возникла в 20-х годах, она принадлежала Шандеру Ференце, потому как первоначально Зигмунд Фрейд полагал, что для подготовки психоаналитика достаточно теоретических знаний и самоанализа, в частности, анализа собственных сновидений. Со временем стало понятно, что идея самоанализа при всей ее ценности и необходимости не может в полной мере отвечать полному пониманию или достаточно глубокому пониманию самого себя. Это возможно только в рамках тренингового анализа. И вот с 20-х годов идея тренинга, она является необходимой даже основной частью психоаналитической подготовки. Это два компонента. И третий, последний компонент психоаналитической подготовки – это супервизии собственной практики. Когда мы осуществляем работу с нашими пациентами, в любом случае мы совершаем ошибки. Почему? Они происходят из природы нашего несовершенства, и из-за того, что наши пациенты влияют на нас, и наше восприятие более или менее объективно искажается благодаря этому влиянию. Супервизия – это ситуация, в которой более опытный коллега показывает вам, в чем ваши затруднения как терапевта и помогает вам как терапевту. И если вы понимаете суть происходящего, то, разумеется, вы можете помочь своим пациентам. Поэтому три компонента, три составных части – это теория, собственный анализ и супервизия собственной практики.